Приветствую вас, вы пишите, у меня проблема неуверенности в себе, в целом, фигура, внешность, характер. Вы знаете, какой момент интересный, на мой взгляд, здесь есть? Это не неуверенность в себе, а то, что ВГМ описывает, прям это, неуверенность в себе, это, знаете, сомнение, неуверенность в себе, это именно сомнение, то есть, смогу я, не смогу ли я, ну, там, что-то сделать, допустим, а у вас именно непринятие себя, то есть, вы говорите, что вот моя фигура, такая вот, какая она есть у меня, она мне не нравится, то есть, я не нравлюсь сама себе, я не принимаю себя, такой, какая я есть. Ну, и, соответственно, здесь у меня к вам вопрос возникает тогда, ну, а почему, почему вы не принимаете себя такой, какая вы есть? Что, что мешает принять себя такой, какая вы есть, что или кто мешает вам это сделать? Я думаю, что ответ на этот вопрос и подслужит началом ваших изменений в представлениях о себе. Дальше, кажется, что из-за этой неуверенности у меня не складывается в личной жизни. Ну, естественно. Ведь вы не принимаете себя, а раз вы не принимаете себя, то вы не можете принять другого. Если вы не принимаете себя, то вы, по сути, используете другого человека для того, чтобы обрести нужные вам ощущения. То есть, вы не принимаете себя, то есть, вы не принимаете себя, вы не способны себя принять, но при этом, ага, при этом, а вы нуждаетесь в другом человеке для того, чтобы он принял вас. Из-за этого вы в нем, значит, пытаетесь раствориться, из-за этого вы пытаетесь с ним слиться, потому что вам он нужен, чтобы принять себя, без него вы не можете этого сделать. И, естественно, что, растворяясь в другом, растворяясь в человеке, вы показываете ему его же. То есть, растворяясь в другом, вы даете этому самому другому увидеть, какой он человеку это не нравится, и он, соответственно, идет с вами на отдаление. Это неприятный момент, но, к сожалению, довольно правдивый. Ну и, конечно, родительский сценарий, я думаю, здесь не исключен никак. То есть, если вы не можете, если у вас нет возможности построить отношения с мужчинами, если вы разрушаете эти отношения с мужчинами. То, естественно, можно говорить о том, что есть негативный сценарий поведения, который, скорее всего, продиктован родителям. И для того, чтобы вам понять, что именно вы делаете не так, для того, чтобы вам понять, почему у вас не складываются отношения. Нужно не только проанализировать вас и не только переработать, пересмотреть, переформировать ваши отношения к себе, но и при этом еще и проанализировать ваши отношения с молодыми людьми, с мужчинами. Какая вы женщина с ними, что вы можете дать им, что вы можете дать мужчине, как женщина, что он вам может дать, как мужчина. И, соответственно, каковы ваши ожидания, ну, от отношений с ним. Почему вы выбираете именно такую модель поведения, женскую? Ориентируетесь ли вы, допустим, ориентируетесь ли вы на мужчину при взаимодействии с ним? Действуете ли вы при этом в ущерб себе? То есть тут только в чем. Принимает себя такой, какая вы есть, позволяет себе быть такой, какая вы есть. Вы, как бы, эээээ... Вы все равно, все равно ориентируетесь на мужчину, вы все равно стараетесь подарить ему счастье, все равно стараетесь дать ему, эээээ, ну, соответствующее... существующие ощущения себя с вами, как мужчины, и тем самым вы мотивируете его на то, чтобы он ценил вас, уважал вас и хотел с вами быть. Но для этого нужно принять его полностью, а для этого необходимо принять себя, опять же, полностью, а у вас этого не получается, потому что вы не уверены в себе. Тут, значит, необходимо делать анализ ваших отрицательных и положительных по вашему мнению сторон и качеств для того, чтобы выработать у вас, к ним, к этим сторонам и качествам вашим, адекватные отношения. И отдельно желательно, чтобы вы определили для себя, а вот зачем мне отношения-то вообще с мужчинами? Чего я от них хочу, от отношений с мужчинами? Что мне нужно, что я хотел бы получить? И могут ли мне мужчины это дать? То, что я хотел бы получить от них? Понимаете, в какой момент? То есть вот на это вот и нужно ориентироваться. Ориентироваться и из этого нужно исходить. Если вы отношения строите, ориентируясь на свои потребности, например, то есть вот вам нужен мужчина для чего-то, и вы с ним пытаетесь, значит, сближаться на этой почве. Вот одно, это неправильно, вот тут вы выступаете как бы зависимым, ведомым партнером, что никак не облегчает вам взаимодействие с, ну, с противоположным полом. Отношения можно строить тогда, когда вы независимы, когда вы априори не нуждаетесь в мужчине. То есть чтобы он видел, что вы прекрасно живете без него, чтобы он видел, что вы в нем не нуждаетесь, чтобы он видел и понимал, что вы его принимаете таким, какой он есть, просто потому, что он есть, а не используйте его для удовлетворения там каких-то своих целей, желаний и так далее. Потому что это, ну, неприятно, это, получается, отношения какие-то по расчету, а это нравится далеко не всем, во-первых, а во-вторых, вы же сами никогда не согласитесь, скорее всего, с тем, что у вас отношения именно по расчету с мужчинами, потому что это как-то, ну, неприятно, это как-то болезненно воспринимается, что, оказывается, вы отношения с мужчинами устраивали по расчету. Не по чувствам, не по эмоциям, как вы думали, а по расчету. И я полагаю, что это вот тоже нужно у житов. То есть, почему, почему по расчету? А, потому что, по расчету потому, эээ, что вам нужно что-то от мужчин, и вы пытаетесь его получить. Почему вы пытаетесь это получить от него, не получая при этом, эээ, не получая при этом этого от себя. Понимаете? Вот, поэтому и по расчету отношения. И как, эээ, мы можем видеть, да, как мы можем наблюдать, что отношения у вас не получаются так строго строить. Это нужно принять, подобное, ну, подобную ситуацию нужно принять и, соответственно, эээ, просто-напросто выбрать направление, выбрать вектор. То есть, либо вы взаимодействуете с, эээ, мужчинами, либо вы взаимодействуете с мужчинами, как, эээ, по расчету, и строите отношения соответственно, либо вы все же взаимодействуете с ними именно на эмоциях, на основе эмоций. Но, тогда это, опять же потребует от вас, в первую очередь, принятия себя и проработку этой самой, вот, вашей неуверенности в себе, о которой вы пишете. Вот. То есть, подумайте, вот вы не уверены в себе, да, ну, вот, как вы говорите, вы не уверены в себе. Хорошо. Что вы можете сделать для того, чтобы этой неуверенности не было? Что вы конкретно можете для этого сделать и можете ли вообще, а если не можете, то стоит ли на этом тогда заострять своё внимание? Почему просто себя не принять тогда, если вы не можете ничего сделать? Вы не понимаете, что вы просто эээ, свою энергию тратите впустую, когда пытаетесь изменить то, что, по вашему мнению, невозможно. на этом всё, надеюсь, что помог вам, а если у вас остались дополнительные вопросы, эээ, пишите в личку, буду рад помочь, а если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, и прежде чем закончить, эээ, значит, подумайте, пожалуйста, ещё чего вы боитесь? Вот вы говорите, что у вас отношения, которые вы боитесь, что они пройдут, эти отношения, почему вы этого боитесь, эээ, что изменится, если они пройдут, какие будут у вас уже тогда представления о себе, если они пройдут, и как-то так получилось, что отец ваших двух детей, своих детей, эээ, не помогает вам и не платит хотя бы, эээ, ну, обязательный по закону алименты. То есть, по моему мнению, у вас не, не уверены в себе, а заниженная самооценка. Вот самооценкой нужно работать, а это личностный рост. Всего доброго вам и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok